телевизор samsung этот телевизор я знаю лет 20 вот такой дефект и со слов хозяйки со временем экран разворачивается посмотрите и начинает нормально работать примерно час до 5 10 минут тогда даже подождем или лучше не надо смотрите все таки есть горизонтальная полоса и она ярко и может быть даже и нежелательно это делать как бы эта полоса не пропекла люминофор впереди но говорят что дефект уже давно собирались долго потому полосы нет значит не такая она и яркая выключаю это именно те телевизоры которых стоит сладкая парочка ох и попудрила мозги это сладкая парочка или мастерам сколько пришлось решать проблем связи с ней и кстати я вам покажу фотографии одного очень интересного самсунга который я делал пару месяцев назад и не взял камеру а жаль там очень интересный экземпляр так вот и советские блоки питания суда ставили от 3 4 поколения и различные ухищрения и способы переделки и даже кооперативы малые предприятия придумали переделку блока питания и вот я уже там вижу там уже что-то стоит что-то стоит возможно что делал это даже я я уже не все помню сейчас посмотрим вообще если бы не сладкая парочка это вообще замечательные хорошие телевизоры вот смотрите сколько ему лет конечно все зависит от того как много он в сутки работает если он работает немного жизнь у него долгая их можно сказать что вечная удобство ремонта смотрите хлоп просто идеально ставим источник света все перед нами да 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 узнаю свою руку вот эти вот обозначения маркером на плате это делал я я это помню значит это моя переделка блока питания не моя но такие продавались платки и полевой транзистор и можно было сладкую парочку отсюда убрать ее нет я вам даже не покажу придется в мастерской показать что такое сладкая парочка вот и вот это вот удачная кстати переделка одна из лучших с которой телевизор хорошо служит у каждого пользователя современной техники электроники рано или поздно возникает проблема где купить новый пульт дистанционного управления могу порекомендовать вам сервис компании ваш пульт найти пульт просто найти можно по модели пульта найти можно по модели техники и даже подобрать новый пульт по фотографии приятные шесть причин заказать именно на этом сервисе для оптовых клиентов индивидуальные условия и наибольший ассортимент в украине рекомендую какая же проблема в данном телевизоре приводит вот к тому эффекту на экране эта проблема связанная с неправильной работой кадровой развертки вот там вот она спряталась на радиаторе не у всех так бывает но именно у этой микросхемы кадровой развертки вот она стоит на радиаторе у нее в обвязке много электролитических конденсаторов и с такими годами естественно они портятся выходят из строя электролитические конденсаторы стоящие вплотную к радиатору вид сверху и так удобнее мне будет вам показать замене подлежат сразу без ESR метра вот этот конденсатор вот вот этот вольт добавку тоже можно заменить и под вопросом раз два три плюс к таким дефектом может приводить неисправность вот этих вот подстроечных резисторов подстроечных это те которые под отвертку которыми смещается растр вверх вниз растягивается растр я точно не помню даже что здесь на этих регуляторах но интуитивно можно понять раз они стоят рядом с микросхемой кадровой развертки значит они предназначены для ее регулировки хотя здесь сервисный режим есть в этом телевизоре как же так не полный до сервис что еще и регуляторы прошло сделать паяльник нагревается рабочее место телемастера очень удобно очень комфортно желаю вам чтобы при ваших ремонтах вам также было удобно просто идеальный стол разложить можно очень хорошо на столе но это же и модель ремонта пригодная классная для ремонта для сделано для жизни смотрите какие здесь колонки это было ноу-хау когда-то у самсунга спрятать динамики внутрь и сделать вот такие вот трубы samsung 90-х годов конкретно где-то 96 98 с сети 11b смотрите как отверстие продублировано пистонами и практически никогда на данных тдкс ах не бывает проблем с контактами ведь умели же делать но когда-то этот телевизор стоил 450 долларов но авторитет конечно был подорван сладкой парочкой очень подорван но решаема проблема была решаема вот вот она решение я не знаю лет восемь назад может 10 я вот это делал и все телевизор работает обратите внимание на кадровую развертку я даже не вижу здесь ухудшение контактов и появление кольцевых трещин и здесь никогда ничего еще не делалось и электролиты не менялись вот это вот телевизор и вот это вот качество так может он стоял может он не работает да работает работает здесь его место и был жив еще здесь дедушка отставник военный и бабушка сейчас живет ихняя дочка вот смотрит и не меняет почему-то не меняет а зачем менять работает значит нормально во многих таких аппаратах ножки загнуты естественно это не очень удобно потому мощный паяльник с толстым жалом позволяет эти загнутые ножки отгибать но даже не всегда я так поступаю а мне нужно будет выпаять сейчас вот этот конденсатор смотрите ножки загнуты и легко повредить дорожки хотя умение я могу сказать что я не повреждаю дорожки очень редко но потому что навык есть навык но лучше воспользоваться олово отсосом сейчас вот эти ножки я просто олово отсосом буду выпаивать и просто повынимаю конденсатор и все с канифолью макаю в канифоль или даже в сосновую смолу но не всегда хорошо работает олово отсос поэтому большой паяльник позволяет пайку и прогреть и отогнуть а если у вас паяльничек слабенький с тоненьким жальцам у вас так не получится макаю в канифоль мало того что это жало оно на себя берет припой так я еще могу им и отгибать ножки прогревать пайку и отгибать ножки вот так вот можно помочь себе олово отсосом прогреваю и отгибаю прогреваю и отгибаю но не красиво же с канифолью а нам что красота нужна или качество так и теперь можно воспользоваться даже немножко после этого олово отсосом слово то какое да не всем нравится экстрактор припоя вот таким вот методом видно вам там не видно и сейчас смотрим что там за электролиты 123 123 я их такой последовательности и положил это позволяет 10 микрофарад 25 вольт меня сейчас отверстия там освободились и очень удобно установить новые конденсаторы 2 и 2 микрофарада 50 вольт и не путаться и 33 микрофарада 50 вольт можно и 47 поставить в данном случае но у меня по моему даже есть 33 я их посадил не плотно на плату немножко с выносом на длинных ножках чтобы чуть отогнуть от радиатора и вот с другой стороны сейчас буду обкусывать я хотел сказать а может я поспешил может все таки для начала нужно было пропаять микросхему и попробовать может быть это по питанию электролитические конденсаторы все-таки чего-то мне так вот сейчас сдалось а я прям кинулся сразу эту мелочь менять ну посмотрим сейчас даже интересно будет отдать не гадать их нужно было менять обязательно при таких годах хоть они там и фирменные и самсунговские есть сэрометр он не взял так хоть схему-то взял взял выпуск 12 альбом схем вот он вот он этот телевизор самсунг с сети 11b и вот какое громадище моделей было на данном шасси страница 86 86 так ох этот альбом замечательный альбом он столько сэкономил времени он столько дал возможности заработать смотрите процессор я когда-то промерял то что я всегда рассказываю красные полосы это у меня оригинал так ох как здесь хорошо расписан с карт куда что идет о удобно до полосы но это у меня оригинал альбом а вот не оригинал будет черными полосами когда его будут ксера копировать и тогда часть информации будет не видно вот она кадровая т.а. 84 45 к когда-то это же все было откровение вот эти неисправности когда ты находил это было такое счастье значит седьмая ножка у меня ст дкс а 24 вольта надо обязательно сейчас будет проверить и первая ножка у меня будет 8 вольт хотя на схеме там непонятно написано и 9 вот почему-то вверху под самой ножкой 7 и 9 десятых в общем 8 и 24 это напряжение нужно проконтролировать хорошо показываю черная маска так а вот снежок как вы думаете снежок откуда не забывайте одна из очень популярных неисправностей нет нет не в штекере вот здесь вот в тюнере вот этот вот центральный штырек надо там запаять куда он в плату заходит очень часто люди даже бывают и бракуют телевизор потому что надоел надоел шевелить вот этот штекер это снег то нет смотрите растр черно-белый не окрашен какой-либо другой оттенок но смотрите вполне вполне приличный телевизор и зачем и зачем его менять на какой-то другой это как у меня машина него ей 33 года я за ней ухаживаю я знаю там каждую щелочку где что-то не так или что-то нужно отремонтировать и не собираюсь ее менять прекрасно в любом лесу на рыбалке она не так выручает всегда очередной ремонт на дому закончен закончен удачно жменька электролитов пропайка регулировка и вдвойне приятно когда кинескоп хороший качество изображения отличная то есть твоя работа приводит к такому значительного положительному результату подписывайтесь кто не подписался ну конечно же лайкайте как это было круто установленные режимы samsung один из новаторов да кстати кому нужен новый пульт компания ваш пульт город киев ссылка в описании под роликом практически любой пульт для вашей аппаратуры так и попробуем этот режим я думаю даже как бы тускловато оказывается что вот вот просто там стоит установленный режим который приглушенный вот как мягкий например вот мягкий смотрите установленный вот он приглушенный вот стандартный ну кинескоп но как новый ребята ну ну что это samsung модель сикей 5085zr настоящая корея крышка вымыта почти новая собираем ремонт закончен страшилки недавно вошло в практику показывать двухсерийные фильмы за один сеанс и что же зрители выходят из кинозала с покрасневшими глазами заметно усталые хватит вот так что ж это все